Доброе утро! Давайте поразговариваем сегодня о Вечном. В Библии есть книга, которая называется «Книга Притч Соломоновых». И книгу эту написал царь Соломон, известный всем. Ну, как бы все знают об этом. В книге Притч 31 глава на каждый день. Я вот завел себя, ввел в практику, привык уже. Каждый день, каждое утро читаю одну из глав. Кто такой Соломон? Может быть не все знают. Был царь Давид в Израиле, а у него был сын Соломон. И вот царь Давид назначил его, дал ему царство. И однажды молодой Соломон, когда вступил в царство, спал, ему приснился сон. Явился к нему Бог и спросил, чего ты хочешь, говори. И он сказал, что я вот ты меня назначил на царство, но я молодой, плохо соображаю. И поэтому народ у меня многочисленный, проблемный, управлять тяжело. Поэтому дальше читаю. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим? И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И сказал ему Бог, за то, что ты просил этого, и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить, вот я сделаю по слову твоему. Соломон, я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе. Самый мудрый человек на земле, Соломон. И то, чего ты не просил, я даю тебе, и богатства, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. И если будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои и заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои. Вот такое вот обещание дал Бог. И Бог ведь он мне не шутит. И вот я хочу сегодня прочитать вам притчу сегодняшнюю, 29 января. Сегодня у моего сына день рождения. 34 года. Поздравляю тебя, дорогой. Ну, это еще отдельный разговор. Итак, 29 глава притч Соломоновых. Самого мудрого человека на земле, который только мог быть. Вот что он говорит. В частности, в 29 главе. Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится и не будет ему исцеления. Выя – это шея. Тот, как человек, которого обличают в грехах, в неправедных поступках, напрягает шею свою, сопротивляется обличению, внезапно сокрушится и не будет ему исцеления. Он будет болеть и сокрушиться. То есть, критику, обличение надо воспринимать и делать выводы, а не ожесточать выю свою. Второй стих. Когда умножаются праведники, веселится народ, а когда господствует нечестивый, народ стинает. Мы знаем в нашей стране, что происходит. Человек, любящий мудрость, радует отца своего, а кто, знаете, с блудницами, тот растачает имение. Царь правосудим утверждает землю, а любящий подарки разоряет ее. Царь – это президент, это руководитель, это лидер, любой. Человек, льстящий другу своему, растилает сеть ногам его. Нельзя льстить даже друзьям. Это для них сеть. Попадает человек в эту сеть и кирдык ему. Потому что друг ему льстил. Я не буду сейчас все комментировать, я просто прочитаю, мне нет времени. В грехе злого человека сеть для него, а праведник веселится и радуется. В грехе злого человека сеть для него. Попадешь в сеть. Праведник тщательно вникает в тяжбу бедных, а нечестивый не разбирает дело. Люди развратные возмущают город, а мудрые утешают мятеж. Умный человек, судясь с человеком глупым, сердится ли, смеется ли, не имеет покоя. Если ты умел, не связывайся с глупцами. Кровожадные люди ненавидят непорочного, а праведные заботят своего жизни. Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его. Много вы видите мудрых людей, которые гневаются, но ты не знаешь даже об этом. Глупцы. Если правитель служит ложной речи, то и все служащие у него нечестивы. Бедный и лихоимец встречаются друг с другом, но свет глазам того и другого дает Господь. Если царь судит бедных по правде, то престол его навсегда утвердится. Не то, что у нас в стране. Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд матери своей. При умножении нечестивых умножается беззаконие, но праведники увидят падение их. Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой и доставит радость душе твоей. А вот без откровения свыше народ не обуздан. А соблюдающий закон блажен. Без откровения свыше. Если ты не знаешь, что Бог тебе говорит, если вы в народе, мы все не знаем Бога и о том, что Он говорит, то народ не обуздан. Что значит не обуздан? Ужас, кошмар, то, что мы имеем в этой жизни. Не обузданный народ. Словами не научится раб, потому что, хотя он понимает их, но не слушается. Видал ли ты человека опрометчивого в словах своих? Брякнул, не подул, а ответственность нести не хочет. На глупого больше надежды, нежели на него. Если с детства воспитывает раба в неге, то впоследствии он захочет быть сыном. Человек гневливый заводит в ссору, и вспыльчивый много грешит. Гордость человека унижает его. Гордость человека унижает его. А смиренный духом приобретает честь. Кто делится с вором, тот ненавидит душу свою. Слышит он проклятие, но не объявляет о том. Нельзя терпеть грех. Боязнь пред людьми ставит сеть. А надеющийся на Господа будет безопасен. Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа. Мерзость для праведников человек неправедный, и мерзость для нечестивого, идущий прямым путем. Послушайте, когда ты читаешь каждый день, 5-10 минут, вот эти вещи, написанные Богом, это же не сам царь писал Соломон. Это Дух Святой, Бог его возбудил и направил, и дал ему эти сведения. То есть, это Божья мудрость. И когда ты читаешь это, ты пропитываешься этим. Ты ходишь с этим целый день. И если ты это повторил не один раз, и не два, и не три, и не пять, если это твоя привычка, то ты ходишь в Божьем Слове. То ты ходишь в осознании того, что Бог тебе сказал. И ты в нужных ситуациях поступаешь правильно. И Бог тебе говорит, следуй им заповедям Моим, ходи путями Моими, слушай то, что я тебе говорю, и ты будешь безопасен. Ты будешь счастлив, ты будешь здоров, ты будешь успешен во всем. Бог ненавидит грех, ложь и неправду. Он ее ненавидит. Рядом с Ним это невозможно. Надо быть чистым. И тогда твоя жизнь будет успешной. Вот и все. Основа. Люби Бога и люби людей. Если ты это будешь делать, у тебя будет все классно. Вот у меня все классно. Просто все классно. Было не классно, а теперь классно. Пусть у вас сегодня будет хороший классный день. Читайте Библию. Мудрость Божью. До свидания. До завтра. Продолжение следует.